Лето наша съемочная группа встречает на любимой работе. Сегодня мы на празднике физкультуры и отдыха в деревне Паречи Гродненского района. Здесь уже второй день подряд соревнуются и отдыхают студенты Аграрного университета. Зеленая Одиссея. Так называется праздник физкультуры и отдыха, который проходит уже 16-й раз. Мы собираем всех ребят как раз перед сессией, последние выходные мая, начало июня, для того, чтобы они немножко расслабились, подготовились, собрались и успешно сдали летнюю сессию. Расслабиться и отвлечься от учебы студентам помогают спортивные соревнования и творческие конкурсы, а также свежий воздух, музыка и хорошая компания. Настроение отличное, организация просто на высшем уровне, все команды очень дружные, все очень позитивные, все друг другу как-то помогают, то есть все очень прекрасно. Вы первый раз на этом празднике? Нет, я уже второй год и надеюсь, что и в следующем году тоже буду. В этот раз принимают участие в празднике 111 студентов. 111 студентов вырвались, сдали все свои хвосты, потянули, приехали немножечко отдохнуть. В этом году у нас принимают участие 7 команд, это представители всех факультетов, от каждого факультета выставлена одна команда. Я агрономический факультет, у нас всего 2 девочки приехало, и поэтому мы так, прям на все 100 выкладываемся. На старт, внимание, марш! У каждой команды есть капитан, и один из них рассказал нам о своих обязанностях. В первую очередь это, конечно же, организовать людей, скажем так, вот, то есть собрать команду, раз, распределить, кто чем занимается, распределение обязанностей, вот, ну и слежение за поддержанием порядка в лагере. Я так-то на практике сейчас работаю в хозяйстве. Пришел в университет, команду по-быстрому собрали и побежали. Очень сложно, я человек не спортивный, у меня поднялось давление, мне очень плохо, но было очень интересно. Но больше я так делать не буду. Не будет бегать без подготовки, уточняет Олеся. После полосы препятствий девушка решила начать заниматься спортом. Рассказывайте, что здесь происходит? Мы ехали на праздник физкультуры и спорта, и отдыха, а попали на какую-то свадьбу? Нет, это такое соревнование, оно будет проходить в этой зоне. Вот, будет интересно, такое соревнование, вот, праздник спорта взорвать. А почему в свадебном платье? Тематическое. На старт, внимание, марш! Если честно, эти платья уже многое пережили, поэтому, я думаю, они переживут и эту эстафету. Хочется разнообразить как-то мероприятия, чтобы ребятам было весело, интересно. Ну и остались, конечно же, положительные впечатления. Кто из них ваш жених рассказывает? Нету моих женихов. А кто вы? Лучшие друзья. Просто команда? Да. Ну, мы все дружим очень хорошо и очень давно, и сюда приехали не просто так, потому что, знаете, такой праздник, и не приехать с друзьями командой, это было бы неправильно. Ну, невеста в платье, почему вы без костюмов? Жених опаздывает, а мы без костюмов, вот, мы в костюмах, мы все в синим. Друзья, невеста. Ну, пришли сюда, во-первых, выиграть в своих соревнованиях, как бы, команда, друзья, вот. Ну и отдохнуть, конечно, скоро, как бы, сессия уже в следующей неделе, поэтому перед сессией нужно отдохнуть. Волейбол, полоса препятствий, спортивная эстафета и не только. Все это было во второй соревновательный день. А в день приезда – визитная карточка и уже традиционная квестамания. В этом году у нас посвящена квестамания была 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Они, все команды, пытались обезвредить немцев, взорвать мост и передать фронту, что все готово к наступлению. Конкурс «Мисс и мистер Зеленая Одиссея» в этом году был новшеством, но в планах сделать его традиционным. Особенностью нынешнего праздника стала и новая валюта. Мы ввели зеленкойны, деньги, которые действуют исключительно на базе нашей, на зеленой Одиссеи. И за эти деньги в конце мероприятия, условно деньги, ребята смогут купить различные футболки наши, наши брендовые вещи. На всех этапах, на всех спортивных соревнованиях можно заработать. Плюс во время творческих испытаний были дополнительные вопросы, например, как на квест-игре, на которые ребята отвечали. Ну и также у нас сегодня в 9 утра прошла зарядка, и та команда, которая пришла в полном составе, не халтурила, сделала все так, как нужно было, они получили вот дополнительно эти зеленкойны. Что готовить, рассказывать? Рис со сгущенкой. Рис со сгущенкой. Ну я так смотрю, у вас парни готовят. Всегда так или вот это случайность? Нет, так. Парни всегда лучшие, в общем, так что девочки просто так для вида, а мальчики готовят. У кого-то рис со сгущенкой, у кого-то гречка с тушенкой. Но на природе, признаются ребята, вкусно все. Доброе утро. Утро? Это у вас завтрак или уже обед? Это у нас еще завтрак пока. До обеда у нас еще есть время пока. Что у вас сегодня на завтрак? На завтрак у нас сегодня гречка с тушенкой. Все как вкусно. Вкусная гречка? На походе все вкусно. Вы были в лесу, все очень вкусно. Готовили вашу гречку тоже парни? Потому что мы смотрим, там все парни готовят. У вас как? Было общее, так скажем. Кто-то гречку закидывал, кто-то тушенку. То есть у нас такая командная была работа. Третий день – это уже повредение итогов, награждения и обязательно наведение порядка. Нашу самую главную акцию и операцию, которая называется, у нас здесь не было. Весь мусор мы вывозим вместе с собой, разделяют ребята и его делят. Цикло отдельно, бутылки, пластик отдельно, полиэтилен отдельно и вывозим их. Отдохнувшими и полными силами студенты возвращаются в город. Положительные эмоции на этом празднике получил каждый из ребят. А команда инженерно-технологического факультета едет домой еще и с кубком. Ребята к «Зеленой Одиссее» готовятся целый год. Они прям ждут ее. Наверное, для них это такая отдушина перед сессией, потому что в мае достаточно напряженный месяц. Все подтягивают хвосты, задают отработки. И для них вот этих три дня – это возможность немножечко расслабиться. Немножечко совсем перед сессией. Поэтому в течение года они регулярно заходят в кабинет, к нам в профсоюз студентов и комитет БРСМ и уточняют, точно ли будет «Зеленая Одиссее» и нам нужно готовиться или нет. Готовятся. Каждый год и ждут. Это вот самое долгожданное, наверное, мероприятие, которое проходит у нас в университете. Отдых, спорт, веселье. Весело, здорово, развлекательно. Потрясающе, бомбезно, сногсшибательно. Это очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова